Литий Ну а что ты хочешь от оксид-лития? Что ты хочешь от оксид-лития? Слыши У нас всех путей Сейчас нам похоже еще и приключают Не, ну дай, как там лиза спокойно сидит Тебе вообще настолько спокойно Так, а у нас ха-ха-ха Нет, у нас верхние тени в верхнюю зону открыто Хуй, блин Натрий Есть смысл, что нагревать? Так И вот он вовсю Так, Миша, передавай горелку соседям Даём Вот, и видите, он вылезает Он в процессе горения потихоньку вылезает Ну ладно Вот, и вот он в процессе горения вылезает из из чашки для выпаривания Смотри Давайте окна вовсю откроем Бычка не собствовала То есть надо к бычке еще ближе Чтобы она справлялась Так Ну и вот, собственно говоря, он сгорел С образованием Магний И вот Магний загорается И горит ярким пламенем Очень ярким С выделением белого дыма Белый дым Это оксид магния Магнио И светятся продукты Горения магния Тоже магнио Поскольку магнио твердый То Тепло не рассеивается И температура горения магния Оказывается около 2000 градусов Кальций Еще Вот Кальций горит Красным пламенем Ну да, это уже делали Марганец Марганец Ну там явно Там похоже искрит Похоже остатки магния Греем марганец Марганец Раскаляется А ну смотри Пошло что-то с края такое Но нельзя сказать Чтобы горит То есть Сжечь марганец Весьма и весьма Непросто То есть То ли он горит То ли он просто раскалился Продукт все-таки Черный Продукт черный То есть по крайней мере с поверхности Марганец окислился Железо Греем порошок железа Греем Когда будешь Греть никель Позови меня Погрел А вы не погрели девчонки? Нет Позовите меня когда будете Кадми у вас где-то стоит В таком маленьком пузыке Так Ну вот у нас железо Где прогревается Там оно реагирует с кислородом Да? С двух сторон С боков Но вы потом можете посыпать его еще Порошок в пламя И сравнить что будет Вот сейчас он Видите оно покрылось То есть Железо С кислородом Прореагировало Да? Но без всякого пламени Без всего С поверхности Железо Сыпем в пламя И вот оно довольно ярко горит Вот это я думаю Никель Вот видишь по краям он чернеет Да? Он начинает чернить по краям Ну давайте дальше греть Потом вообще надо будет в пламя посыпать Вот он чернеет со всех сторон То есть со стороны ложки он чернеет естественно где горячее Да? Вот он еще и слипся Ну вот что-то так Ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка Греете жестче Видите тут даже что-то такой коричневатый образуется Да? Тут вот по краям А ну вот это вот То что он красный Это он раскалился просто Это он раскаленный Оксид никеля Ну и видимо уже оксид все-то там А я тоже сниму Никель в пламя Ну то есть в пламя никель все-таки горит, да? Да Медь О, пошел медь И вот пошла медь окисляться кислородом Если дальше ложечкой Можешь еще пошевелить эту медь ложечкой Порошок просто спокойно окисляется кислородом Видишь он еще спекается Вот, то есть медь реагирует к кислородом спокойно Цинк Он конечно разлетится, но может при этом что-то мы увидим Не разлетается Попробуй перемешать его Смотри, смотри, смотри Даже по нему что-то такое распространяется Если его сверху гореть Вот, видите То есть даже как-то А если убрать пламя? Какой-то дымок идет Зеленоватый какой-то Ну то есть нельзя сказать, что он горит, да? Ну какая-то реакция там идет Так, вот мы сыпем цинк в пламя Цинковый порошок Сыпем в пламя Кадмий Вот горячий кадмий Покрывается пленкой оксида Который снимается, но он снова покрывается Можешь еще погреть Попробуй Попробуй Ого То есть вот блестящий кадмий, но очень быстро покрывается пленкой желтого оксида Алюминий Ложка раскалилась до края А не, смотри, пошел, пошел, пошел Что-то пошло, да, что-то пошло Алюминий горит Можно его помешать? Попробуй Слушайте, горит, однако Это горит алюминий Это горит алюминий Ну это просто ложка, она хорошо раскаляется, она еще типа поддерживает тепло Алюминий, алюминий в пламя Углерод И дуй на угольки Вот у тебя тоже, видишь, сейчас можешь чуть-чуть аккуратненько падать на угольки Можешь прекратить нагревание И дуй на угольки Видишь что, еще дуй Он просто краснее, верно? Он тлеет Тлеет Он тлеет, еще дуй И видите, когда он тлеет, он исчезает, да? Дуй смелее Что ж все дуло? Кремний Как кремний покрылся, был блестящим, так он после нагревания остался Свинец Может сверху? Да может быть сверху Просто когда вы сверху греете, то у вас контакт хуже контакт с воздухом У вас контакт не с воздухом, а с продуктами сгорания газа Ну а теперь грей снизу, чтобы прямо вот ложка раскалилась, прямо вот Кстати, я противника, какой-то цвет приобрел оксид кадмия, который был желтым Да Вот видишь, как покрывается свет, покрывается желтым налетом Да Это, собственно, аксид свинца Вот если ты его снимешь? Во-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го Вот он опять покрывается, да? Да, и опять его. Вот, сейчас у тебя уже раскалилась эта самая ложка. Видишь, она уже красноватая. Вот, можешь даже прекратить нагревать и увидеть, как свинец покрывается. Причем, смотри, сейчас он покрывается не желтым налетом, а красным. Красным, как минимум. Потому что тут при разной температуре получаются разные оксиды. При температуре пониже получается плю бумо, он желтый. А при температуре повыше получается плю бумом 3О4, он красный. То есть тут еще продукт зависит от температуры. У меня цвета побежалости пошли. Фосфор. И вот он загорелся. Что он загорелся? И вот он загорается, и вокруг идет белый дым. Из оксида фосфора 5. Оксид фосфора 5, совершенно верно. Висмут. Вот он покрывается. Вот теперь попробуйте скрестить темный налет. Вот видите, он блестит под темным налетом, но очень быстро покрывается темным налетом снова. Наверное, чем-то похоже. Попробуйте его раскалить, он как можно сильнее. Пока не покраснеет ложка? Ну, типа того, да. Сейчас, подожди. Вот, и вот у тебя, в принципе, получается, видишь, вот это вот оксид, ты соскребаешь как раз оксидную пленку. Вот, ложка уже раскалилась. Крис дальше может даже его не греть, он сейчас будет застывать.